МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этому заболеванию подвержены все, независимо от пола, возраста, вероисповедания, финансового благополучия. Здравствуйте! В эфире программа «Факультет наук» О самых известных профилактических мерах против онкологических заболеваний мы расскажем вам с моим постоянным соведущим, экспертом, доктором химических наук Диасом Морзохожа. Запущенный в 2006 году атлас ракового генома показывает, что только некоторые виды рака запускаются одним или двумя мутированными генами. Что касается остальных видов онкологических заболеваний, то в их развитии принимает участие 10, 20 или 100 генов, которые были изменены по разным причинам, что и приводит к развитию опухоли. Еще несколько любопытных фактов в следующем сюжете. Рак. Одно из древнейших заболеваний. Первые упоминания о нем встречаются в древнеегипетских папирусах, которым более 4 тысяч лет. В одной из таких рукописей упоминался случай вздутия молочной железы, который не подлежал излечению. Ученые полагают, что речь шла о раке груди. Само название «рак» произошло от введенного гиппократом термина «карцинома». С греческого «каркинос» означает «рак краб». Гиппократ назвал опухоль карциномой, потому что она внешне напоминает краба. Римский врач Гален использовал слово «онкос», которое с греческого переводится как «опухоль». Рак развивается в результате изменения в одной единственной клетке. Такое изменение может быть вызвано как внешними, так и наследственными генетическими факторами. У этой болезни есть две главные особенности – аномальный рост клеток и способность распространяться на другие части тела – метастазы. Часто встречаемые типы рака у мужчин и женщин отличаются друг от друга. Наиболее распространен среди мужчин рак легких, простаты и желудка. У женщин чаще всего встречается рак молочной железы, шейки матки и злокачественное новообразование толстого кишечника. 90% случаев рака легких вызываются курением. За последнее десятилетие табак убил 50 миллионов человек. Такими темпами за этот век от употребления и воздействия табака умрет миллиард людей, что соответствует одной смерти каждые 6 секунд. Около 30% случаев смерти от рака вызваны 5 основными факторами риска, связанными с поведением и питанием. Это высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя. В мире живет 28 миллионов человек, поборовших рак. Доктор Диас, складывается ощущение, что различную степень канцерогенности можно присвоить всему, что нас окружает. Насколько верно утверждение, что после каких-либо мутаций клетки находятся в спящем режиме и активизируются уже спустя много лет? Любая из наших 50 миллиардов клеток может стать онкологическая клетка. Когда мы говорим о онкологических заболеваниях, то большинство населения всегда даже боится произносить это слово. Ой, бай, рак или онкология, и называют это болезнь и так далее. Хотя на самом деле бояться нечего, а просто надо знать некоторые факты об этой болезни и знать, каким образом ты можешь сам себя защитить от этой болезни и какие есть методы профилактики онкологических заболеваний. Согласитесь, что это коварная болезнь, что она может внезапно вас настигнуть. Жизнь сама по себе коварная, поэтому в любой момент кирпич может упасть любому из нас на голову, поэтому особо бояться нечего, надо жить, наслаждаться жизнью, но знать правила и не выходить за рамки дозволенного. Вот это вот самое главное, и тогда вероятность. Мы говорим, в первую очередь, о вероятности. Вероятность заболевания, онкологическим, каким-то онкологическим заболеванием сведётся к самому минимуму, и вполне возможно, что вы доживёте до 100 лет, и при этом будете вполне здоровыми и в ясном сознании, не боясь ни о какой онкологии, ни о каком раке. Зародыш рака может появиться в любом из нас на клеточном уровне и ждать активации. Это стало известно благодаря онкогену, обнаруженному в курице. Учёные не могли понять, почему вирус саркомы Рауса вызывает рак у куриц. Позже они выяснили, что причина кроется не в вирусе, а в геноме некоторых особей, содержащих гены, способствующие развитию рака. Это открытие стало знаменательным в науке, и учёные Майкл Бишоп и Гарльт Вармус получили за него Нобелевскую премию. Доктор Диас, несмотря на все успехи современной онкологии и какого-то существенного прорыва в лечении этого заболевания, нет. С чем это связано? Да, к сожалению, по данным Американского института рака, выживаемость различных видов рака – это от 2,1 до 2,5% только. То есть из тысячи людей выживает только 21, максимум 25 людей. Это, конечно, очень плохие показатели и большой минус для медиков. Тем не менее, медики, я думаю, делают всё возможное для того, чтобы сделать нашу жизнь безопаснее, если уж речь идёт об онкологическом заболевании. Максимально стараются проявить всё своё умение, чтобы вылечить нас и отгородить нас от этого заболевания. Есть три вида, так называемый «золотой стандарт» – онкология, как лечиться от рака. Первый вид – это хирургия. На сегодняшний день это самый правильный, на мой взгляд, и самый эффективный метод лечения онкологических заболеваний. Но, тем не менее, к примеру, когда речь идёт о раке молочной железы и о любом другом раке, конечно, очень печально и очень неприятно расставаться с органом, которым человек обладает и которым, возможно, даже гордится. Два других вида – это химиотерапия и радиотерапия. Несмотря на то, что говорят о точечной химиотерапии, о точечной радиотерапии, тем не менее, оба этих вида, конечно же, наносят гораздо больше вреда, в первую очередь, нашей иммунной системе по сравнению с тем эффектом излечения, который они имеют. Когда мы говорим о химиотерапии и радиотерапии, это, конечно, крайний случай. То есть не надо прибегать к ним сразу же, да? Нужно индивидуально подойти всё-таки к каждому пациенту. Да, потому что это практически смертельный удар по нашей иммунной системе. На прошлом конгрессе, который был в Канаде по онкологическим заболеваниям, там такая байка была, что как средний человек оканчивает свою жизнь. Это вначале он испытывает какую-то боль в голове, начинает пить аспирин, потом аспирина одной таблетки аспирина или любого другого более утоляющего вещества становится мало, он употребляет 2 или 3, потом начинается язва желудка от того, что он действует на желудок таким образом, что сразу же начинается практически язва. После язвы он идёт к врачу и начинает говорить его, жаловаться на то, что желудок болит, ему выписывают более сильные лекарства, больные сильные лекарства, они начинают убивать и ослаблять его иммунную систему, и таким образом человек заканчивает или на онкологической койке, или уже непосредственно в морге. Поэтому, конечно, надо уделять внимание с самого начала профилактике онкологических заболеваний и даже небольшим тем симптомам, которые происходят в вашем организме, и не доводить до, несмотря на то, что я сам доктор химических наук, не доводить до вмешательства химии в наш организм. Потому что, когда мы говорим о химиотерапии и о радиотерапии, на сегодняшний день, несмотря на все достижения, всё-таки это стрелять пушкой по воробьям. Согласны ли вы с тем утверждением, что увеличение продолжительности жизни как-то повлияло на увеличение онкологических заболеваний тоже? Я думаю, в первую очередь, это окружающая среда. А когда мы говорим о том, что люди стали жить дольше, я не думаю, что это совсем правда. Почему? Потому что раньше тоже люди жили долго. И когда мы говорим о статистике, да, статистика, она говорит не в пользу тех людей, которые жили до нас. Но дело в чём? Дело в том, что мы говорим о среднеарифметической продолжительности жизни. Что была большая детская смертность, была смертность от многих других заболеваний, которые были раньше считались неизлечимыми, большое количество войн и другие факторы, благодаря которым средняя арифметическая продолжительность жизни была небольшая. Но тем не менее люди, которые жили, всё-таки выживали, они жили достаточно долго. То есть нет такого момента, что если раньше люди попросту не доживали до рака, то сейчас они всё-таки застают эту болезнь при жизни? Да, есть такой элемент. Однако, я думаю, на первом месте это всё-таки токсичность окружающей среды, токсичность той одежды, которую мы одеваем, токсичность того света, который попадает на нас, и токсичность той диеты, которую мы употребляем на ежедневной основе. А также всё-таки, я думаю, здесь очень важно токсичность наших идей и токсичность нашей внутренней психологии. Султан Сулейман вошёл в историю Османской империи как правитель, отдавший приказ казнить своего родного сына. В то же время империя под его началом достигла своего апогея могущества, не говоря уже о расцвете искусства. Сулейман Великолепный многое сделал для того, чтобы Константинополь стал культурным центром мира. Доктор Диас, на этом вклад в историю Великого Султана не заканчивается. Да, вы знаете, что из исторических источников, что отец Сулеймана Канунии, Сулеймана Великолепного, как у нас его называют? Явус Султан. Да, Селим Явус Султан. Его настоящее имя Селим Султан, а Явус – это по-турецки значит «он хмурый», потому что он действительно всегда был хмурый, и его народ прозвал Явус Султан по-турецки «Явус хмурый». Он умер от рака. От какого вида рака? Доподлинно неизвестно, от какого вида рака, но тем не менее он умер от рака. И его сын, когда он взошёл на престол, одной из первых задач было, каким образом я и моя семья могут быть свободными от аналогических заболеваний. И большие усилия были направлены на то, чтобы врачей, врачевателей, целителей тех времён направить на то, чтобы избавить его семью и самого Сулеймана от этой болезни. И в результате долгих исследований, а вы знаете, что в то время Сулейман и его отец были халифами, то есть практически вся мусульманская часть была непосредственно под их управлением, и самые лучшие врачи тоже были в их подчинении. Они вывели свою формулу антираковой диеты. Рекомендации врачей заключались к тому, что необходимо было заниматься физическими упражнениями, скакать на коне, стрелять из лука, заниматься... То есть физическая активность, да? Да, физическая активность – это первое. Второе – это диета. Вот эта диета, которую нашли в дворце ТОП-КП в Истамбуле, она состоит из чего? Из нескольких порций, которые я сейчас вам расскажу. Самое интересное – это то, что диета была настолько эффективной, что в течение 500 лет во всей семье правителей Османской империи никогда не было ни одного случая онкологического заболевания. Следовательно... То есть в народ эта диета не пошла, я так понимаю, да? Пошла, но, как говорится, для тех, кто действительно заботится о своём здоровье. И вот в течение 500 лет у них не было ни одного заболевания. И я расскажу об этой диете вот в данный момент, что, во-первых, каждая порция – это около 250 грамм. На одного человека? На одного человека, во-первых. Во-вторых, когда мы говорим об этой диете, кушать надо очень часто, каждые два часа. То есть 9 приёмов пищи в день. Первое – это начинается, их диета начинается с немножко подсоленного айрана, то есть йогурта, да, по-нашему. Второе – это завтрак идёт. Это когда мы употребляем в пищу варёные яйца, курочку, фрукты и овощи. Третье – это второй как бы завтрак идёт. Также они употребляют в пищу айран вместе с салатами, с различными видами салатов. Именно вот зелёными, большими листами салатов. Потом ранний идёт обед – это кофе, изюм и финики. Потом идёт обед непосредственно, состоит из супа, так называемого чечевичного супа, да, мерджимек-чурба, и овощей, слегка пожаренных, буквально 30 секунд обжаренных овощей. После этого идёт ужин, куда входит мясо, оливки, хлеб и обязательно творог. После этого идёт поздний ужин – это рыба, фрукты, овощи и маринованные оливки. И последний приём пищи в день – это айран вместе с салатом. Вот такая вот диета. Девять раз в день. Девять раз в день, грубо говоря, по 200 грамм, да. И самое интересное, что это эффективная диета, которую использовали правящий дом Османа. Предупредить возникновение рака с помощью правильного образа жизни и здорового питания действительно можно и нужно. А через несколько секунд мы вернёмся в студию и расскажем вам об одной из самых эффективных диет для профилактики онкологических заболеваний. В истории медицины доктор Джоанна Бадвик известна как автор эффективной противораковой диеты, которая помогла излечить тысячи онкобольных. Посмотрев следующий сюжет, вы узнаете, какое открытие сделала Джоанна Бадвик. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доктор Бадвик открыла естественный способ восполнения жизненно важных жирных кислот для больных, страдающих их дефицитом в крови. Простое сочетание двух продуктов – творога и льняного масла – оказалось эффективным борцом с коварной болезнью. После 10 лет солидных клинических испытаний использование в диете протокола Бадвик, как его позже назвали, доказало свою терапевтическую ценность в предупреждении и лечении самых серьёзных болезней современности. Рака, инфаркт амиокарда, атеросклероза, дисфункции печени, язвенной болезни, артрита, кожных экзем, возрастных деградационных и аутоиммунных болезней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доктор Диас, насколько я знаю, фармакологическая и онкологическая индустрия игнорировала достижения Джоанны Бадвик. Она и сейчас игнорирует это достижение, продолжает игнорировать. Здесь надо знать, что когда мы говорим о болезнях, когда мы говорим о фармацевтике, то мы говорим ещё и о большом многомиллиардном бизнесе. Даже у нас в Казахстане, несмотря на то, что это небольшое население в 17 миллионах, это тоже многомиллиардный в долларах бизнес. Поэтому каждый человек всегда должен сам для себя решать, если это эффективная диета, если этот протокол действительно доказал себя, то можно смело применять. Тем более, что когда мы говорим о протоколе Бадвига, то этот протокол стоит буквально, наверное, тысячу тенге. И потребляя этот протокол один раз в неделю, у вас будет практически гарантия от того, что у вас никогда не будет никаких онкологических заболеваний. Тем более ещё, к тому же, это и дёшево, это доступно в нашем любом магазине, и такой вещи, как онкология, у вас никогда не будет. Ну и потом это достаточно вкусно. Давайте непосредственно перейдём к протоколу Бадвиг. Что нам для этого нужно? Одна порция – это 50 грамм 9-процентного творога, который можно купить в любом из наших магазинов. Вот, кстати, по-английски творог – это cottage cheese, то есть получается как бы домашний сыр. И за рубежом творога в магазинах практически нет. Это вот в нашем регионе хорошо, что он часто встречается. А если жирность будет чуть больше, там, 15-25%? Как правило, жирность меньше, чем 9%, но желательно 9% – это самая идеальная жирность для творога. Или меньше, да? Меньше тоже не надо, потому что всё-таки там… Вы знаете, да, что сейчас вот все эти нежирные, обезжиренные йогурты, обезжиренное молоко, обезжиренный кефир и всё другое обезжиренное практически уже не продаётся в развитых странах. Почему? Потому что доказано, опять-таки научно доказано, что без жира, без эффективного количества жира все качества кальция, все качества и другие полезные качества молочных продуктов не теряются. Поэтому для творога идеальная жирность – это 9%, и практически в наших магазинах только такой творог и стоит. А 0% – это, конечно, не совсем правильный, не совсем лучший вариант. Поэтому у нас здесь 250 грамм творога. Творога мы сделаем 5 порций. Мы должны взбить этот творог в течение 5 минут. Вот я читала, что жирность творога должна быть до 2%. 2% – это нормально, да, ещё значит? 2% – это ненормально и неправильно. Самое правильное – это 9%. Эта масса должна отстояться также около 5 минут. для того, чтобы прийти в своё активное состояние. На эти 250 грамм творога добавляется около 50 миллилитров льняного масла. Это сколько примерно больших ложек? Это приблизительно около 10 ложек. Также взбиваем 5 минут уже непосредственно творожную массу вместе с льняным маслом. Насколько я знаю, льняное масло должно быть холодного отжима. Да, это самое лучшее масло. И когда мы будем говорить ещё отдельно про различные типы масел, мы будем говорить о типах экстракции. Холодный отжим – это самая лучшая масса, самая чистая масса. А вот что нужно сделать для того, чтобы как-то улучшить вкус? Какие-то добавки? Я читала, что можно добавить мёд, грецкие орехи, сухофрукты, да? Да, это прекрасные добавки. У меня есть свой протокол, который я тоже в международный патент подал. Вместо простого творога я использую творог, сделанный из козьего молока. Потому что всё-таки у многих людей есть непереносимость лактозы. А в козьем молоке лактозы нет. Это во-первых. А во-вторых, вместо льняного масла я использую ещё лучшее масло – масло семян табака. И вот проверив этот протокол на мышах в японской лаборатории, я сам лично убедился, насколько эффективный инструмент, уже как бы моя версия протокола БАДВИГа, оказывает влияние на онкологические заболевания у мышей, по крайней мере. Вот. Теперь, после того, как эта масса 5 минут отстоится… Ещё 5 минут, да? Ещё 5 минут отстоится. Теперь желательно утром на голодный желудок вместо завтрака около 50 грамм вот этой вот массы покушать. Остаётся добавить, что Джоанна БАДВИГ считала недопустимым использование искусственных жиров – маргарина и майонеза, получаемых в результате гидрогенизации. Все эти жиры отвергаются организмам сердечной мышцей, приводя к различным нарушениям на клеточном уровне. Также доктор БАДВИГ рекомендовала отказаться от употребления рафинированного сахара во всех видах. Макаронных изделий, белого хлеба, жирных видов мяса, жареных и консервированных продуктов. Один из самых эффективных способов защиты от онкологических заболеваний – это здоровый образ жизни и хорошее настроение. А через неделю мы вам расскажем ещё о двух прекрасных видах профилактики онкологических заболеваний, таких как применение йода и витамина В17. Смотрите нас каждое воскресенье в 14.00 на телеканале ХИТ-ТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!